Прежде чем отправиться на базар, хочу вот что сказать. На днях азербайджанские военные остановили автобус с детьми армянскими, которые направлялись из Еревана в Степанакерт. Помимо того, что они стали соскребать символику на автобусе и отбирать у детей их гаджеты, также стали рассказывать детям, что Карабах уже Азербайджан и так далее. Итак, хочу сказать следующее. Это вы своих детей обрабатывали и обрабатываете дикостью, а наших детей обрабатывать не нужно. Каждый армянский подросток на голову превосходит вашего взрослого базарщика. Более того, окрыленные с помощью Турции подарком России в Карабахе, вы, видимо, забываете о главном. Армяне живут по всему миру. Ваш же брат нет-нет, да оказывается в этих самых мирах. Не делайте так, чтобы вас везде настигали армяне. Скажу это мягко. Ведь турок рядом не окажется. И тогда вы станете говорить. Мне Карабах нафиг не нужен. Это все политика и так далее. Так что усмирите пыл. Чем выше взлетите, тем больнее упадете. В конце концов, эти дети имеют предков. Об их предках писали античные. Их предки писали на родном языке философию, математику, медицину, поэзию на том самом месте, где вы этих детей остановили. Писали их предки еще тогда, когда навозом ваших овец не пахло в этих самых местах. Сравните в поисковиках, когда зародилась армянская литература и наука, и когда азербайджанская. Так что потише на поворотах. И вспомните сумгаид. Вспомните то, что случается с вами, когда вы начинаете трогать армянских детей. Вам потом приходится 30 лет исполнять плач Ярославны. Вот этот кусок я бы хотел, чтобы вы вырезали и сохранили. Армяне пусть распространят. Обещаю, это предупреждение еще им понадобится. Ну, а теперь отправимся на базар. Как я говорил, базар азербайджанский. Сразу скажу, тема интересная, поучительная. Она будет интересна и армянам, и азербайджанцам. Анды Чирян. Ертвумэм. У меня несколько выпусков относительно всяческих блюд, которые оспаривают азербайджанцы. Я всегда говорил, что не люблю эту тему по той причине, что чувствуешь себя, словно попрекаешь кого-то там едой. Кто и что придумал, это абсолютно не важно. Во всем мире готовится блюдо, в том числе перенятые, и каждый делает это по-своему. Уже давно отошли от оригиналов. К примеру, вот такое из мексиканской кухни. Такос. Но я попробовал такос в Мексике и в России, и уверенно могу сказать, что в России его готовят вкуснее. А может потому, что мне привычнее пшеничная лепешка, а не кукурузная, как в Мексике. Или взять хотя бы плов. Лучший плов, который я ел, это в Узбекистане. И у многих плов ассоциируется со Средней Азией. И мало кому в голову приходит, что родина плова Индия. В конце концов, и само слово плов, пилав, в переводе с древнеиндийского санскрита означает всего-навсего рис. Всего лишь, да? Но вот мы сталкиваемся с тем, что азербайджанцы, будучи нацией смешанной, имеют и кухню смешанную. На современную азербайджанскую кухню повлияли и армянские блюда, и грузинские, и лесгинские, и талышские, и иранские, и даже арабские блюда. Ничего в этом зазорного нет, еще раз говорю. Это нормально. Кушайте на здоровье и приятного аппетита. Однако же не нужно попрекать едой тех, от кого взялись основы тех или иных блюд. Хорошим подспорьем к этому всему является этимология. Наука, говорящая правду о происхождении тех или иных слов. Вот этимология как раз и выдает азербайджанский язык, его носителя, его предка. Ведь, скажем, до середины 16 века ни белорусы, ни кто-либо в Европе понятия не имел, что такое картофель. В Европу картофель впервые был завезен Сьесой де Леоном в 1551 году, при его возвращении из Перу. Хорошо, он прижился в Италии, где этот продукт стали называть тартуфо, то бишь трюфель. Затем он распространился в соседней Германии, где немцы подмяли тартуфо под свою транскрипцию «картофель». И только уже в 18 веке картофель попал в Россию именно с немецким названием. Так и распространился по всей Российской империи, и называют его так по-немецки, по всему постсоветскому пространству. Откуда он и проник в Россию и сопредельные с ней страны, то есть из Германии уже. Но давайте сходим на базар и посмотрим, как называются те или иные овощи и фрукты на армянском и азербайджанском языках. И многое встанет на свои места. Ведь в отличие от армян, в азербайджанском языке почти 80% названий овощей не имеют азербайджанского и даже тюркского корня. А значит, до знакомства с этими продуктами азербайджанцы вовсе не готовили ряд блюд, которые они называют своими. Впрочем, сами азербайджанцы даже не подозревают, что многие слова, которые они используют на базарах и на своей кухне, не являются азербайджанскими. Кстати, кухня, мэтбэх, по-азербайджански, которую они переняли тоже у арабов. А значит, и кухни-то, как таковой, тоже не было. Вот по-армянски кухня, хоганоц, в дословном переводе, место, где творятся мысли. А как по-азербайджански? Вот и я о том же. Ну что ж, поехали. Можете записывать мои слова и проверить в источниках. Ничего, кроме правды. Начнем, пожалуй, с огурцов. По-армянски огурец варунг. По-азербайджански хаяр. Учитывая, что хаяр это арабское слово и было перенято предками азербайджанцев у арабов, то у азербайджанцев нет своего хаяра. Впрочем, как в прямом, так и в переносном смысле. Помидор. По-армянски помидор. Блолик. По-азербайджански помидор. Помидор. Иначе говоря, благодаря русским азербайджанцы познали помидор. А те, в свою очередь, у итальянцев. Помодорро. Золотое яблоко. По-итальянски. Баклажан. По-армянски самбук. По-азербайджански бадымджан. Как и в русский язык, в азербайджанский он проник из персидского бодимджан. И корень персидский бодим, что на персидском означает тело. Персы считали, что баклажаны отличный способ для избавления от лишнего веса. Тот же Авиценна приписывал баклажану как слабительное вещество. Кстати, в средневековой Европе баклажан называли армянским огурцом. Французский врач 19 века Антуан Бартоломий Кло, путешествуя по Ближнему Востоку и описывая огородные растения, отмечал, что на Ближнем Востоке различают два вида армянского огурца. Белый и фиолетовый. Это можно прочесть в книге классика медицины Египет в прежнем и нынешнем состоянии в главе второй «Естественная история», где автор описывает, как египтяне едят баклажаны, именуемые в Европе армянскими огурцами. Так что привет азербайджанским любителям такого блюда, как имам байалды. От того, что ваш имам упал в обморок от приготовления этого армянского блюда армянским поваром, и вы его назвали имам байалды, это еще не значит, что оно стало азербайджанским. Вообще есть довольно любопытные темологии ряда культур, которые имеют армянское происхождение. Самые известные из них – это мандарин. Например, по-арабски мандарин Аль-Юсфи, назван султаном Египта Мухаммедом Али именем армянского купца Юсуфом Погосом Нубаром. Юсуф Погос привез саженцы в Египет из Мальты, поэтому и Аль-Юсфи. Это тоже можно проверить в источниках, в конкретном случае в арабских источниках. В источниках все это есть. Или, например, абрикосы, названные римлянами плума армениака – армянская слива. Кстати, на научном языке абрикос до сих пор так называется. Видите, азербайджанцы, армяне у вас блюда воруют, как вы говорите, но у армян свои названия продуктов, и многие в мире народы называли ряд культур с армянским акцентом. А вот с вами как-то не задалось. Задумайтесь, кто у кого украл. Однако, поехали дальше. Капуста. По-армянски – кахамп. По-азербайджански – калян. Очень здорово подсказывает нам, кто у кого и когда перенял историю Востока в целом. Эта культура исключительно средиземноморская. На староперсидском языке, имеющем с армянским общее индоевропейское происхождение, капуста будет каламп. Иначе говоря, известно, что в древнеармянском часто «эль» трансформировалась в «гг». Оттого и каламп стал армянским кахампом. Илья стал егия. «Пол» стал «пох», «фил» стал «пих» и так далее. А вот уже в азербайджанский язык каламп проник в более новое время из новоперсидского языка. Сейчас на фарси уже каламп будет калам. И сформированный азербайджанский и тюркский народ перенял именно в виде калям. Кстати, и в русском языке капуста из латыни. Капут – голова. Редиска. По-армянски – «бок». По-азербайджански – «турб». Перенятый из персидского турбоча. Опять же, своего слова этой культуры нет. Зато армяне все воруют. Кстати, русская редиска из латинского «редикс» – «корень». Как вы понимаете, названия культур сотни. Их просто очень много. Все их не обсудишь прямо сейчас и здесь. Тем более в одном вот этом самом выпуске. Я могу продолжать и продолжать, только это будет очень-очень долго. Есть в азербайджанских и тюркских языках названия фруктов и овощей, которые сохранились в языке еще с тех времен, когда их предки проживали на Алтае. И были родственными в некотором смысле с монголами. И эти фрукты и овощи как тогда, так и сейчас произрастают и на Алтае, и в Монголии. Правда, сортами похуже. Например, яблоко – «алма», по-монгольски – «альма», «алим», или лук – «соган», по-монгольски – «сугуон». Кстати, армянская «сох» проникла из монгольского. Монголы ели лук, как яблоко, и брали с собой в походы, что избавляло их от простудных заболеваний, в частности от цинги. А были вещи, перенятые уже монголами и через них доставшиеся тюркам. Например, виноград. По-армянски – «хахох». По-азербайджански, как и на всех тюркских языках – «юзюм». От монгольского – «юзэм», а к ним – из китайского – «усю». Еще раз, могу продолжать и продолжать. И все, что я говорю, можно проверить на подлинность. Я уже несколько раз об этом сказал, да? Просто не хочу, чтобы меня обвиняли в каких-то там выдергивании фактов или во лжи. Все, можете абсолютно проверить. Тем не менее, не в этом дело. Как я уже говорил, вы, азербайджанцы, известная базарная нация, можете и любите готовить. Действительно любите готовить, и довольно-таки вкусно. Но это вам не дает право формировать за счет оседлых, автохтонных народов свою культуру и при этом обвинять тех самых оседлых в краже блюд, своих соседей. А лачиги ваших соплеменников до сих пор кочуют по Ирану. А то, что вы осели, говорит только о том, что вы научились возделывать землю. Ваши исконные слова – это «эт» – мясо, «сюд» – молоко, «су» – вода, «юмурта» – яйца. И то без хаяра. То есть, те продукты питания, что сопровождали ваших предков в кочевиях. Увидимся скоро. До свидания.